Здравствуйте, друзья! Тема нашего сегодняшнего урока это модификаторы доступа. Перед нами класс под названием BaseClass. В нем мы видим 5 различных полей, у каждого свой модификатор доступа. Всего их 5. Два из них мы уже знаем, Private и Public. Остальные три это Protected, Internal и Protected Internal. Внутри метода Print, который находится внутри нашего класса, мы можем обратиться к любому из пяти полей при помощи ключевого слова This. Внутри нашего класса модификатор доступа не имеет значения, мы можем обращаться к любым нашим полям. Модификатор начинает иметь значение, когда мы обращаемся к полям класса из, к примеру, функции Main. Для этого нам нужно построить объект нашего класса BaseClass. Вызвав наш объект с оператором точкой, мы увидим, каким именно полям мы имеем доступ. У нас не хватает всего двух, Private и Protected. Отсутствие в этом списке поля с модификатором Private нас не должно удивлять. Для того, чтобы узнать про другие модификаторы, мы создадим еще один класс, который будет наследовать с нашего BaseClass и называться DerivedClass. Теперь при помощи ключевого слова This мы можем видеть все поля класса BaseClass, кроме Private Data Member. И теперь мы уже можем сделать вывод, что означает модификатор Protected. Он по сути запрещает доступ к полю снаружи класса, но да, позволяет обращаться к нему из любых наследуемых классов. Иными словами, он делает поле видимым только для потомков этого класса. Итак, модификатор Private означает, что мы можем обращаться к этому полю только изнутри методов этого же класса. Protected означает, что мы можем обращаться к этому полю не только изнутри этого класса, но также из методов любых его потомков или производных классов. Internal означает, что мы можем обращаться к этому полю из любого класса, находящегося внутри того же самого проекта. В нашем случае это будут все классы проекта AccessModifiers. ProtectedInternal означает объединение всех Protected и всех Internal. Мы можем видеть такое.